О том, как же сделать из своего хобби бизнес, отлично знают наши гости. Это режиссер и актриса театра иностранной пьесы «Встреча» Николай Данилюк и Галла Реут. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ваш театр любительский, правда? Ну, это, так знаете, в наших таких вот одесско-украинских представлениях. Мы вот сейчас приехали из фестиваля любительских театров, где там совсем представление немножко другое, где за каждым спектаклем стоит большая группа профессионалов. Поэтому, а у нас как бы любительский вот воспринимается немножко такой недопрофессиональный. Это совсем не так. А чем вообще на самом деле отличается профессиональный театр от любительского? Названием. Ну, да, наверное, потому что, ну, каким-то режимом работы. Ну, а если так вот в основной сути, то, может быть, потому что в любительском театре люди думают об этом, совершенствуются 25 часов в сутки. Ну, вашему театру 28 лет, правда? Да. Это Одесский театр «Встреча», его основал Виктор Григорьевич Рыбченко, учитель, педагог, режиссер театрального этого театра. Ну, вот, его с нами нет уже два года, и я, как режиссер, в этом театре сейчас составлю спектакль. А как родилась идея, ну, я понимаю, что такая история есть у театра, как родилась идея сделать такой театр? И чем живете сейчас? Извините, что пока я отвечаю, да, да, пока. Я в театр «Встреча» пришел в 90-м году, когда приехал в Одессу поступать в университет Мечникова. И театр уже существовал на тот момент, он уже был. Я думал, вопрос может быть, а почему театр «Встреча», и я бы хотел, конечно, никто никогда не задавал. А почему театр «Встреча»? Почему театр «Встреча», да, хороший вопрос. Да, значит, Виктор Григорьевич Рыбченко говорил, что у человека очень много всего происходит от первой встречи, да, от первого мгновения, ну, как-то, от первых ощущений. И, конечно, поэтому он и назвал свой театр «Встреча», потому что для актера это очень важно. Вот именно первое впечатление, да, вот я увидел человека, и вот мое первое впечатление, а потом я уже что-то там думаю, додумываю. Дело в том, что, ну, сама судьба Виктора Григорьевича Рыбченко такая кинотеатральная, такая постановочная. И это 70-е годы, ну, и театральные движения, знаете, такие всякие движения театральные в сторону студии, и вот, конечно, он тогда придумал. Сначала был эта театральная студия «Дебют», как-то, может, даже сейчас у нас находятся знакомые, которые еще были в театральной студии «Дебют», а потом уже «Встреча», и вот сейчас «Встреча». Сколько человек в вашей театральной труппе? Около 20. А это какой-то уже сложившийся коллектив, или вы принимаете, допустим, в свою студию новичков? Ну, я думаю, что новичкам всегда рады и везде, потому что новая кровь, это как в семье, да, то есть вливание, новые какие-то пожелания, новые лица, это всегда приветствуют, да, это всегда приветствуются. А где можно увидеть ваши спектакли вот в Одессе? Мы находимся, Греческая 20, это пойти прямо и налево, и танцевать за углом, да, Греческая 20, угол Ришелевской, театр «Встреча». У нас очень много информации в группе ВКонтакте, где все о наших спектаклях, видео, расписании, репертуар, новые постановки, которые ожидаются, информация о фестивалях, о наших поездках, ну, ВКонтакте, в Фейсбуке, ну, вот таким вот образом. Вы очень много участвуете в международных театральных фестивалях, расскажите, пожалуйста, поподробнее, может быть, каких-то таких самых знаменательных? Ну, самый знаменательный, это один из последних, это в Вильнюсе, Литва. Мы были выбраны из множества коллективов, представленных свои туда визитные карточки, и попали. И кроме того, что мы попали и участвовали, мы еще являемся номинантами двух премий. Премии за лучшие костюмы и за лучшую женскую роль второго плана. Да, кстати, вот Галя, исполнительница. Получила, да, диплом за лучшую женскую роль мамы по пьесе «Югова ДНК», которую создал Николай Михайлович Данилюк. Еще один вопрос, почему театр иностранной пьесы? Опять же, это идея Виктора Григорьевича Рыбченко, и она, наверное, начинается, эта идея, опять же, где-то с начала 2000-х годов, когда нужно было как-то определиться, но я думаю, что могу только предположить, потому как я вот в тот период не был с Виктором Григорьевичем Рыбченко. Ну, понятие иностранное, оно очень охватывает очень много. То есть иностранное все, что не наше. Теперь да. Даже если это будет моя пьеса белорусская, молдавская, подходит, подходит, да, в театре иностранной пьесы. Здорово. Скажите, мы сегодня обсуждали тему, как можно из хобби, из любимого дела, ну, сделать это работой. Вот скажите, пожалуйста, Галла, как вы решили стать актрисой? Ну, решила стать актрисой, наверное, еще в года 4, потом, конечно, свои жизненные трудности. Ну, вот, если немножко отступить по поводу дебюта и встречи, у нас много выпускников за 28 лет, которые являются на сегодняшний день профессиональными актерами, не только в одесских театрах, но и в ближайшего зарубежья. Поэтому любительское дело, если оно очень тебе по душе, всегда может перерасти и в жизнь, да, и в профессиональное. То есть, ну, театр – это жизнь. Скажите, а есть ли у вас, например, я не знаю, асфальтовкладчики? Ну, нету у нас, к сожалению, да, иначе в дороге водить не получится. Такой профессии нет, но вот мужчины у нас, конечно, занимаются мужскими профессиями, я имею в виду вне театра, да. Это, конечно, очень… Ну, например? Теплосети, охлаждение воздуха, да, завод «Эпсилон». Серьезно. Да, это абсолютно серьезно, конечно, потому что, ну, как-то так вот сложилось, да, сложилось. И я это очень приветствую, во-первых, то есть, наверное, во-вторых, потому что, когда доходит дело до технических вопросов спектакля, то собирается такой серьезный консилиум, как это все лучше сделать с инженерной точки зрения. Но, с другой стороны, это, понимаете, когда вот мы поехали на фестиваль, мы там находимся 3-4 дня, и ты понимаешь, что люди настолько разные и настолько в этом интересные, что и ты общаешься с людьми, и они открывают тебе жизнь, ну, как-то так. Потому что даже вот, когда ты попадаешь на съемочную площадку, и ты думаешь, этот актер, этот актер, этот будет рассказывать о жизни своего театра, этот будет рассказывать о жизни своего театра. В этом смысле как-то вот труппоинтеть. А что ли людям, вот, совмещать с работой игру в театре? Да, конечно, тяжело. Потому что все-таки вырваться на фестиваль, то же самое, нужно отпрашиваться с работы, то есть, как вот получается, да? Да, это, ну, это такая, ну, основная трудность, потому как, ну, и не только фестиваль. Даже построить как-то график репетиции все равно с учетом основной профессии. Мы вот ставим репетиции вечерние, потому что на тех людей, которые днем не могут, и дневные репетиции, те, кто вечером, допустим, не могут. Ну, в этом принципе. Репетиции на тех, кто могут и днем, и утром, и вечером. Такое тоже бывает. Сотрудничает ли ваш театр с, скажем так, профессиональными театрами нашими, вот, русский, то же самое, там, либо украинский театр? Возможно, ваши актеры выступают и на сценах традиционных классических театров? Ну, приглашают, приглашают, скажем так, в другие постановки участвовать, ну, и в кино сниматься. Но я вам скажу, что, как бы, ситуация в Одессе такая, что, ну, не потому что, вот, студии театральные или любительские театры не хотят как-то приходить на порог профессиональных театров. Профессиональные театры закрыты, немножко так. И в этом большой минус, потому как, знаете, когда больше вокруг всего театрального какого-то процесса, Больше жизни кухни такой, конечно. Тогда даже, ну, много идей разных возникает, да. Скажите, вот, наверное, многим зрителям стало интересно, как попасть в ваш театр, во-первых, да, по каким дням вы даете спектакли. И давайте немножко поговорим о ваших спектаклях. Самые интересные, самые хитовые. Самые хитовые, ну, если фестивальный спектакль, это, конечно, ДНК, но самые хитовые, как бы сказали, за последнее время, у нас 14 февраля была премьера по произведениям Аркадия Аверченко «Постельные тона». Ну, я думаю, что на сегодняшний день он хитовый являлся бы не только для нашего театра. Если бы мы сыграли этот спектакль на большой сцене, то, наверное, был бы триумф в городе. Потому что спектакль действительно стоящий. Он рождался очень тяжело, в мучениях, но он вышел. И несколько премьер показали, что он достоин жить и достоин большой сцены. Можно ли его будет посмотреть в ближайшее время, если да, то когда? Я думаю, что да. Ну, пока июньские даты у нас еще не установлены, но обязательно, опять же, это в группе ВКонтакте, где у нас будут... То есть у вас нет, скажем так, постоянных каких-то выходов? Вы варьируете, да? Ну, у нас одна проблема просто. Греческая 20 – это не совсем наше помещение. Мы находимся, так сказать, в гостях. И большое спасибо директору дома медработников, который нас приютил. За 28 лет театр «Встреча» не имеет своей сцены. И за 28 лет очень часто мы меняли площадки, залы. Да. То есть у нас все хорошо, так знаете, в наших творческих каких-то процессах, таких внутренних, да, вот мы приходим, собрались, и все у нас хорошо. Но за пределами репертуара это очень много проблем. Опять же, почему? Мы сейчас не можем сказать конкретно даты, потому как вот директор медработников дает нам даты те, которые он может нам отдать даты. Дать даты. В этом сложность. Но мы, скажем, для нас это не проблема. Мы ставим спектакли. Да, но тем не менее мы живем и не собираемся как-то по-другому это все делать. Ну, давайте, хотелось бы, наверное, чтобы нас услышали не только наши поклонники, почитатели, да, вообще театра и творчество, но и наши городские власти. Ну, во-первых, также связано с фестивалем, хотелось бы какой-то поддержки, не только морально и материально, и хотелось бы как-то, чтобы на нас обратили власти, меценаты, спонсоры. Может быть, у Театра Встреча к 30-летию коллектива появится хоть маленькая-маленькая, но своя сцена. Ну что ж, мы будем только на это надеяться. Спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли в гости. К сожалению, наш эфир подошел к своему завершению. И мы с удовольствием, конечно, бы с вами еще общались и общались, и говорили об искусстве, но вынуждены прощаться. Спасибо. Спасибо вам большое за визит. А я хочу напомнить, что у нас в гостях были режиссер и актриса Театра иностранной пьесы Встреча Николай Данилюк и Галла Риот. Спасибо вам огромное. Ну, а мы сегодня говорили о том, как же сделать из своего хобби бизнес, ну, я даже не знаю, вот моя работа, это абсолютно мое самое любимое хобби, это 100%. Надеюсь, как и у тебя. Ну, и в любом случае, из любой работы старайтесь сделать хобби, превратить ее в приятное времяпрепровождение. И тогда у вас обязательно все будет получаться качественно и хорошо. Хорошо. Наш эфир, к сожалению, подошел к самозавершению. Сегодня пятница, завтра выходные. Проведите время хорошо и здорово. Ходите на море, вкусно покушайте, подышите воздухом. В общем, самых веселых, здоровых и замечательных выходных. Богдан Швец, Ольга Ермоленко. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!